Семейной паре в Нур-Султане грозит до 25 лет лишения свободы за сбыт героина. Действовали супруги профессионально. Женщина отвечала за связь с поставщиками, мужчина занимался продажей, но допустили осечку. Все подробности в хронике происшествий. В Караганде легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом. БМВ выехал на полосу встречного движения. 30-летний водитель иномарки получил сильнейшие травмы и скончался на месте аварии. Пассажиры автобуса не пострадали. Еще один инцидент на дороге произошел в Мангистауской области. В пригороде Актау на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил мужчину. Происшествие произошло на глазах у экипажа роты патрульной полиции, которые вызвали скорую помощь. На водителя легковушки составлен административный протокол. Авто отправлено на штрафстоянку. В столице семейная пара сбывала наркотики. Незаконную торговлю героином выявили столичные оперативники. В ходе обыска квартиры они нашли 1 миллион тенге, 2 полиэтиленовых пакета с героином и 25 фасованных свертков с наркотиками. Как оказалось, бизнес был уже налажен. Мужчина занимался сбытом, а женщина, ранее дважды судимая за торговлю запрещенных веществ, отвечала за связь с поставщиками и подготовку товара. Подозреваемым грозит лишение свободы до 25 лет. В экипостузе мониторинговая группа нагрянула в ресторан в разгар свадебного торжества. В банкетном зале оказалось свыше 60 приглашенных. Праздник завершился, едва начавшись. Все гостей попросили покинуть заведение, а в отношении директора ресторана составлен административный протокол. Еще одно нарушение карантинного режима выявили правоохранители в Шимкенте. На момент проверки деятельности развлекательного заведения было уже далеко за полночь. Ночной клуб продолжал работать и принимать посетителей. За нарушение постановления собственнику грозит административная ответственность.